Хочу вам рассказать еще об одной переделке котла Симы в гранульный котел, то есть мы находимся в Дзилну Цемс, это примерно 10 минут от Риги езды, то есть где мы в котел Симы установили гранульную горелку в Ферроле, напомню, что также можно отапливать и дровами. Дом 180 метров, думал хозяин 2 года, нашел нас в ютубе, есть у него свой лес, там березки, он наколол 30 кубических метров этой березы, попилил, но замахался с дровами. И говорит, что когда мороз, то чтобы не вставать ночью, прикрывал шибер, да, шибер у Симы вот такой, то есть вот он, вот эта штуковина. Вот, и получается, что когда прикрываешь, да, горение, конечно, это все тлеет, но котел зарастает дегтем, и также вот этот дымоход также зарастает, и потом, когда открываешь вот эту дверь при закидывании следующей топки, если там еще есть тление, то, конечно, весь дым, как вы видите, вот потолок, в принципе, такой, уже был белый. Вот, его, похоже, мыли, мыли. Вот, ну и, в общем, пробовал также хозяин топить углем, но очень сильная вонь на улице, и жена еще стала сушить белье на улице, и все это белое белье стало, я так понимаю, что грязное. Вот, поэтому решил установить эту гранульную горелку, вот, и также спросил, здесь у него вот такой советский бойлер еще, хотел вот посмотреть вот эту этикетку, так и не посмотрел, но не знаю, тут, наверное, ничего особо, и не увидишь, думал, какой-то год будет тут. А, вот 1979, что ли, вот здесь, вот есть год, а нет, или 81-й, ну, в общем, старый какой-то бойлер здесь расположен, то есть, и он спросил, можно ли отапливать летом этот бойлер, не закипит ли котел? Ответ, что не закипит, почему? Потому что вот у нас основной датчик, вот здесь, да, в этом месте, при котором, при 81-м градусе горелка все равно выключится. Вот, и также, если спросил, если циркуляционный насос, вот этот виловский, заклинит, то что будет? Тут ничего не будет, почему? Потому что на 81 градус она все равно выключится и будет работать от 70 до 80 градусов, пока вам не станет холодно дома, вы придете сюда и увидите, что здесь какой-то косячок. Вот, поэтому можно спокойно летом топить вот этот бойлер, закрыв вентиль на дом. Вот этот вот вентиль перекрыли, и у вас будет все работать через этот бойлер. Также мы подключили вот этот циркуляционный насос к горелке, для чего? Что он на 50 градусов у нас начнет, ну, работать, вот, и через 6 минут выключит этот циркуляционный насос для того, чтобы сохранить как можно больше воды вот в этом бойлере. Потому что если его не выключать, то вы бойлером будете топить свои 180 метров здесь чугунные радиаторы. Вот, и здесь еще был такой интересный момент, что здесь есть вот такая ниша. То есть, и хозяин переживал, что не хватит места для открытия этой горелки. Потому что вот здесь примерно 15-20 сантиметров есть такой бортик, и котел там стоит. Здесь, когда я приехал, была вода, хозяин постелил вот эту картонку, вода впиталась в эту картонку, но здесь у нас не хватает одного примерно сантиметра, и хозяин сказал, что вот здесь вот выпилит флексом и зубилом вот этот бортик, чтобы полностью открывалась горелка. То есть, но у фироли предусмотрен вот этот центральный болт, вот этот центральный болт можно открутить, и вот эта вся пластмассовая электронная штуковина вместе со всеми проводами, можете поставить ее сюда и полностью эту дверцу открыть. Вот, поэтому не нужно тут переживать, но тем не менее, ну, короче, вот такой был вопрос, и такие были сомнения. То есть, здесь у фироли все предусмотрено, даже может котел встать вплотную к стене. Вот возле этой правой стеночки, да, может стоять прямо стена. Да, горелка не откроется, но открутив вот эту единственную гайку, это все снимается. Вот, дальше у нас этот котел семисекционный, и здесь мы установили 6 полочек, которые экономят до 25% расхода гранул. Значит, расход 180 метров квадратных, обычно 900 килограмм в месяц, умножаем на 7 месяцев отопительный сезон у нас в Латвии, и получается, что 6 тонн нужно за сезон, или 1500 евро за сезон. Вот, и цена всего комплекта у нас 1899 евро за комплект с горелкой, с бункером, вот, и с работой. Ну, и также здесь хозяин установил вот этот вот Wi-Fi датчик, то есть у нас на первом этаже там расположен черный датчик, и на три телефона мы установили приложение, у всех одинаково, и если не будет интернета, вы просто не можете войти в свою аппликацию и что-то там порегулировать, но дома у вас все хорошо, потому что у этого белого датчика вместе с черным, который уже наверху, и они работают по своему протоколу, им до фонаря есть ли интернет или нет. Ну вот, ну и, в принципе, все, ищите нас на ютубе, на тиктоке, если кто-то не в курсе, как найти, можно ли установить данную горелку в ваш котел, вы просто вводите abkurakredita.lv в ютубе, допустим, вот это название сайта abkurakredita.lv, и вводите свой, допустим, viadrusu22, viadrusu26, а так, и, короче, но я вас уверяю, обычно в 99% мы можем в любой котел установить эту замечательную горелку в фироле, так что обращайтесь, до новых встреч в следующем ролике, может даже не со мной.